Евгений Примяк. Тайна Цене. У дедушки Гордея легкий труд был. Он из раковин пуговицы высекал. При дедушке дотошный паренек-сирота Сергунька за родного внука жил. Все-то ему знать надо, до сути дойти. Как-то понадобилось Сергуньке обудки и одежку справить. Вырос из старого и поизносил. Кордей и говорит ему. Пойдем, Сергунька, на берег. Хорошие обудки и пригожую одежку искать. А разве ее на берегу ищут? спрашивает Сергунька. Пойдем, внук, увидим. Пришли. Гляди-ка, внук, сколько сапожонок, рубашонок, порток на берег, волну повыбросили. «Знай, собирай в мешок», — говорит дед Гордея. «Да это же раковины, дедушка, как их наденешь?» «А ты, внук, знай, собирай. Дома разберемся». Набрали они по мешку раковин. Пришли домой, выварили их. Обчистили как надо и за работу принялись. Пуговки высекать стали. Газей высекает. Сергунька зачищает. Дед дырочки в пуговичках сверлит. А внук их по дюжине на лески пришивает. Весело дело идет. Много дюжин наделали. Хорошие пуговички получились. Крупные. С радужным отливом. В город поехали, в лавку сдали, деньги получили. Их хватило на сапоги и на рубаху, и на штанишки. Да еще на чай, сахар осталось. И новые сверла купили. Довольниченек дед посмеивается. Гляди, сколько мы всякого добра из раковин добыли. Задумался дотошный мальчонка. Деда спрашивает. Как же это так случилось, что даровые раковины стоить стали? Новой кумачомой рубахой и сапогами стали. Цена в них вошла, говорит на это дед. А когда она в них вошла, дедушка? Знал бы, так сказал. Хитрит дед. Хочется ему, чтобы внук сам до сути дошел. Не ведаю. Давно на берег хожу, даровую раковину ношу. А чего они стоить начинают? Когда в них цена входит, ума не приложу. Сходи-ка ты гончару кувшиннику. Может быть, у него выведаешь. Пришел сергунька к гончару кувшиннику. Видит. Гончар даровую глину в горе копает. С песком ее мнет и водой разбавляет. Сергунька глаз не спускает. Смотрит, когда в даровую глину цена войдет. Кувшинник тем самым бросил комок мятой глины на кружало. Заристил ее и принялся кувшин выкруживать. Взял другой комок глины мятой, вытянул ее, выгнал лебяжа шеи, на кувшин ручной приставил. Потом достал резец палочку и принялся изукрашивать кувшин. Изукрасил его цветами розами и заморскими птицами. Потом раскрасил кисточкой и обжигать стал. Обжег кувшин, вынул из печи. Сергунька даже попятился. Загляделся на синих птиц изморозью, на золотой виноград. Незнаемый цены кувшин. А когда в него цена вошла, этого он не увидел. И кувшинник толком сказать не может. — Сходи-ка лучше, парень, к лодочнику. Он из дерева ценные в лодке выдалбливает. Тоже хатер был дедушкин, однокашник. Хотел, чтобы Сергунька сам хитрую тайну цены понял. Пришел Сергунька к лодочнику в тайгу. Лодочник в два обхвата. Даровое дерево валит, отпилил сколько надо. Долбить лодку принялся. Выдолбил, обтесал, распарил, бока распорками развел. Развернулась лодка. Нос, корма поднялись. Цену лодки прибавили. Смекать Сергунька начал. Как и чем лодочник в дерево цену загоняет. К другим глядеть пошел. У берестовщиков побывал, что из даровой бересты, туески, лукошки на продажу вырабатывают. А до корней цены не дошел. И всюду так. Глядеть, замок прост, а ключа не находится. Каменотесу забрел. Разговорился про ключ цены. А тот ему и говорит. Пока сам трудиться не начнешь, ключа не найдешь. Очень хотелось Сергуньке ключ цены найти. Пробовать стал камни тесать. Не сразу. Сначала подтаскивал. Подтащит камень другой. И ценить его начнет. В горе лежал камень. Даровым был. На место пришел. Стоить начал. Научил его каменотес бока у камня примить. Отешит Сергунька другой, третий камень. Видит, опять в них цена прибыла. Ну, а когда пузатые колонки и кудрявые капительки научился Сергунька из камня высекать, тогда и спрашивать больше не стал, в чем тайная сила цены. Сам понял. Понял. И решил у дедушки побывать. Приходит к дедушке и говорит. Я, дедушка, каменотесом стал. Львов, тигра высекаю. Пуговки изъешь мы тебе на пробу высек. Глядит дед на подарок. Одна другой пуговки краши. Большую цену за них дали бы, говорит дед Гордей. А в чем тайная сила цены? Выведал? Сам дошел, когда трудиться начал. В руках, дедушка, тайная сила цены. В моих, в твоих, в трудовых руках. Так открыл Сергей великую тайну цены. И на что не поглядит теперь? На дом ли, на стол ли, На узорчатую ткань, на ржаной хлеб, На радужные пуговицы Труд человека видит. Цену всех цен, Корень всех ценностей, Драгоценностей нашей земли И самой жизни.